Этот московский узурпатор фактически это уже царь, имеет полномочия царя. Мы на ноле, мы на своей, мы лежим. Экономика Украины стоит, она не работает, но у нас базовые условия лучше. Они накануне своего падения. Ну где сейчас место российскому интеллектуалу, российскому оппозиционеру? Либо в тюрьме, либо в Украине. Что происходит сейчас? Отношение к Крыму поменялось. Уже большинство россиян считает, что оккупация Крыма была ошибочной. Рейтинг Путина сейчас пробил дно и установил очередной антирекорд. Не установив контроль над Украиной, Россия обречена на распад. Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политэко. Мой сегодняшний собеседник это аналитик, прогнозист Владимир Стус. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. И этот наш с вами разговор мы анонсировали публике, зрители, слушатели, прислали свои вопросы. И будем сегодня отвечать на вопросы людей. И первый вопрос Михаил Синько спрашивает. Здравствуйте, Владимир. Как вы думаете, какие процессы будут происходить уже этой осенью в мире и Украине? И как к ним стоит готовиться простому украинцу, у которого нет особо больших сбережений? Тут это еще не был бы обвал, но новая волна коронавируса замедлила инфляцию. И, возможно, это замедление несколько отсручит обвал. Насколько, не знаю. Обвал, возможно, как обвал, так, возможно, другая часть. То есть идет точка бифуркации, либо идем в внутренний распад и обвал, либо идем в жесткое внешнее противостояние. Понятно с кем. Причем это циклическая вещь. Если либо сначала пойдем в одно, то потом пойдем в другое. Ну, как это было на постсоветском пространстве. Сначала Друпов, потом Горбачев, а потом Путин. Сейчас обратно пойдет у них в России процесс. Примерно то же самое будет. Но осень в любом случае будет чем-то выдающим. Когда столько людей сейчас о мегабвале, они говорят ленивые. Я уже о нем перестал говорить, потому что о нем стали говорить отраслевые специалисты. А что такого выдающегося может произойти в этой осенью? Ну, наш аналог 93-го года. 91-й год уже был, сейчас 93-й год. Наиболее очевидно это либо внешнее противостояние резкое, рыхлая коалиция, либо мегавал, слопание всех этих пузырей по постсоветскому сценарию. Противостояние по линии Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации? Да, широкая антироссийская коалиция, которые будут и Соединенные Штаты Америки, и Европа, и Китай, и арабы, и африканские страны. С одной стороны, а с другой стороны Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. Более глубоко будем разбирать эту тему, в частности, взаимоотношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Есть вопрос касательно пакта, который якобы заключил Джо Бадин и Владимир Путин, но об этом, как говорится, степ-бэй-степ. Следующий вопрос. Владик Цехмей-струк интересуется, насколько правильно ведет политику Владимир Зеленский в отношении Китая, Индии и Турции? Давайте сосредоточимся на Китае. Недавних заявлений Давида Арахами, подписанных договоров с Китайской Народной Республикой. Достаточно сбалансированная политика. Насколько я так понимаю, эти договора не будут ратифицированы в Раде. Например, Китай, Украина проголосовала на Женевском форуме по правам человека, это структура ООН, за то, чтобы признать уйгуров, ущемление уйгуров, нарушение прав уйгуров. Китай надавил на Украину, в отношении вакцин мы вам не дадим вакцину. И спустя месяц штаты дают Украине 2 миллиона вакцины Модерн. Вот это, по сути дела, мы же никуда не интегрировались. С 2008 года власти не было, и сейчас нет задачи интегрироваться в Европу, никто в Европу не интегрируется. А вот это между, действительно так, это, если мы в значительной мере интегрированы экспортом на Китай, на Ближний Восток, то и в политическом плане, а почему бы нет? Тут можно за многое критиковать власть, но в данном случае это логично. То есть переориентация в сторону Китая? Не будет, переориентации не будет, это фактическая экономическая многовекторность. Мы же не стали, Евросоюз, ни одна страна не стала нашим главным партнером в Евросоюзе. Мы получили диверсифицированную экономику, которая в равном мере ориентирована и на Евросоюз, и на Ближний Восток, и на Китай. Ну, смотрите, до недавнего времени основной экспорт Украины, это была сельская продукция, сельского хозяйства. Каждый год, за прошлый год, население мира увеличилось на 95 миллионов человек. Население Китая увеличилось на 7,5 миллионов человек. Но это огромный рынок, это огромные возможности, и это нормально. В продолжении темы Китая еще один вопрос, Олег Приходько интересуется. В одном из прогнозов Вы говорили, что мировое производство из Китая может переместиться в Украину. Как Вы считаете, в каком процентном соотношении, как быстро это может произойти? 5-8, ну максимум 10 процентов. Это производство средне технологичное, рано в Украину высокотехнологичное что-то вести, да и особо смысла нет. А средне технологичное производство, срок 10-15 лет, не больше. После всего этого начала, после мега-супер обвала, Китай жестко неблагоприятная страна, и часть производства будет перее... Почему производство выводится из Китая? Дорожает рабочая сила, повышаются экологические нормы. Это основная проблема в торговле с США и Западом. Китай становится все менее конкурентоспособен с странами, где еще продолжается вторичный модерн. Вьетнам, страны индо-китайского полуострова. То есть в 1935-е годы это потолок? А процесс будет быстрее. То есть как только страна войдет в моду... Ну, простой пример тот же. Сколько они говорили о научно-технологической революции, о том, что космические корабли пороздят просторы Вселенной, а тут вдруг оказывается Билл Гейтс является крупнейшим частным землевладельцем США. Он задал тренд, задал моду. Как только Украина войдет в моду, тут все такое маленькое, и фондовый рынок, и инфраструктура, и производственная, и человеческий потенциал, тут заполнится достаточно быстро. А что пока мешает Украине войти в моду? Стать модными? Они уже частично признали, но еще публично не декларируют отказ от того, что... Отказ от того курса, который раньше. Это традиционный курс на кардинальные инновации. Понятно, что они не полетят на Луну, ну, понятно, что все эти старшипы — это сказки. Понятно, что у Старлинка большие проблемы с экономической окупаемостью, и вообще ставка на кардинальные инновации, она постепенно проваливается. Переформатирование мира по инклюзивному капитализму, который ассоциируется со шрамом, тоже провалилось. И тут ключевое событие — это в апреле 9 европейских стран предложили с 23-го года ввести налог на выбросы СО2, которые будут уплачивать импортеры. И резко против этого выступили не только там Австралия, Индия, Китай, а резко против этого выступили в США. По сути дела, все, что связано с экологией, уже можно списать. И это все поддерживается искусственно до 26-го сентября, на мой взгляд, когда будут выборы в Германии. Все очень боятся прихода крайне правых, победы крайне правой Германии, и в качестве альтернативы они, естественно, альтернативой видят зеленых. Но уже, ведь даже посмотрите, последнее событие раскол в ОПЕК, и Эмираты хотят резко увеличить добычу нефти. И кого штаты поддерживают в противостоянии Эмиратов в Саудовской Аравии? Они поддерживают Эмираты. Все, о том, что мы будем добывать меньше нефти, о том, что мы будем возродить приоритетно возобновляемые источники энергии, о том, что будем переходить на электромобили. Все, об этом можно забыть. Это уже ушло, просто об этом еще не говорят. А скажут это очевидно тогда, когда будет мегавол. Владимир, идем дальше. Следующий вопрос. Стус говорил, что у Запада Вилка либо решит свои проблемы за счет развития постсовка, либо распастся. И тут он же говорит, что и страны Запада распадутся, и развитие наших территорий будет. Поясните свою позицию. Отменить смуту невозможно. Смуту можно смягчить. Единственный способ смягчить для них – это освоение этих неосвоенных территорий. Четыре страны – Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. В любом случае, эти страны, но неблагоприятные страны, это смягчение, да, несколько уменьшит вероятность их распада, но она и так очень велика. И тут, ну, нас же смотрят Ольгинские тролли, они спрашивают, ну да, оно стуза варит, все распадутся, Россия распадется, Германия распадется, Франция распадется, А Украина станет отсылом. Ну, как ему вообще можно верить после этого? Он вообще вменяемый. Рассказываю, Украина прошла смуту свою. Россия законсервировалась. Россия законсервировалась точно так же, как Среднеазиатские республики. Российской Федерации больше нет. Это уже не та Российская империя. Они себя считают наследником Советского Союза. А на самом деле, они же полностью реконструировали Российскую империю. Этот московский узурпатор, фактически это уже царь, имеет полномочия царя. Они законсервировались, а Украина прошла свою смуту. А эта смута их еще догонит. Вторая составляющая, то есть Украина выходит из своей смуты. Мы будем делать это, запланировать отдельное видео. Вторая составляющая, а как Украина выходит? Мы говорим, что Украина это не универсальное государство. Это страна между, это специализированное государство. Это очень рыхлое государство внутри. Мы выдержали все эти процессы за счет того, что мы очень разнообразные внутри. И уровень децентрализации в Украине будет только расти. Вот это, за счет этого, мы другая страна, мы молодая Швейцария. Владимир, вот как понять, что Украина находится вне зоны смуты? Как это понять, осознать, прочувствовать, пощупать? По измеряемым показателям нужно посмотреть уровень падения ВВП, сравнить Украину и Францию, Британию. Сравнить уровень падения промышленного производства в Украине и уровень падения промышленного производства в Германии. И что говорят цифры? Ну, у нас в два раза меньше, меньше по итогам прошлого года уровень падения ВВП. Плюс параметр другой, то, что мы, я прогнозировал, наиболее уязвимым, это высокотехнологичный экспорт. А Украина, не, ну, всем известен сейчас дефицит чипов, который начинает сказываться уже везде. И он наиболее уязвим в отношении торговых войн, санкции и так далее. Украина продает либо сырье, либо полуфабрикаты, либо продукты питания. Ну, не захочет брать у нас в Китае продукты питания. Да, возьмет же Египет, возьмут другие арабы, возьмут Африку, без вопросов. Владимир, а как быть с тем, что по данным ЮНИСЕФ, 10 миллионов украинцев не доедают? Да. Это все равно благоприятные условия. Смотрите, несбалансированное питание, все правильно. В прогнозировании, в управлении, это классическая ситуация, когда на краткосрочную перспективу прогноза один, на долгосрочную перспективу прогнозы противоположные. Когда в Украине статика плохая, а динамика хорошая, мы сейчас говорим о динамике. Ну, да, у нас низкая база. Таких вся их база сгорит во время мегавала, когда это все рухнет. Почему? Вот у них каждый месяц растет инфляция. Почему с ней не борются? Потому что понимают, что волна банкротства будет такой, что 2008 год покажется цветочками. Поэтому с ней не борются. Но рано или поздно инфляция рухнет и будет мегавал. И после этого это же все было у нас, когда у нас мы были сравнительно небогатой страной. Помните, как было модно сравнивать Украину с Францией? Это было до 1993 года. Началась инфляция, началось риское падение. Так и у них. мы на ноле, мы на своей, мы лежим. Экономика Украины стоит, она не работает, но у нас базовые условия лучше. Они накануне своего падения. Вот после их падения станет, приведется к общему и тогда станет, они лишатся большей части своего национального богатства. То есть у нас все будет хорошо? Если уж так упрощать. Мы прошли смуту, у нас одни из лучших в мире условий. Если вы дожили до этого времени, то из Украины уже лучше не выезжать. Нужно было уезжать раньше. Причем выезжать не в те страны, в которые уезжали, о которых мы говорим распадется. Не было смысла уезжать в Италию, Францию, Германию. Если вы уехали, то лучше возвращать. Уважаемые зрители, дорогие украинцы, если вы собрали чемоданы и намылились текать, залишайтесь. Оставайтесь в Украине. Зарабатывать и ехать можно, но Польша... Есть та категория граждан, которая мечтает уехать навсегда. Да, но уже... И думает об этом. Большая часть уже уехала. Как бы уехать, чтобы не возвращаться? Большая часть уже уехала. И обратите внимание на приплыв иностранцев в Украине. В Киеве стало гораздо больше иностранцев. И из Беларуси пошли. И из России стало модно. Ну, где сейчас место российскому интеллектуалу, российскому оппозиционеру? Либо в тюрьме, либо в Украине. Да. Многие оппозиционные политики, по крайней мере, которые так себя называют и говорят, что мы оппозиционные политики, мы противники Владимира Путина, часто приезжают в Украину. Но есть хороший, знаете, такой метод, проверочный метод на их оппозиционный спрашивающий Крым. Об ответе тишина. Ну, хорошо, не про Крым. Давайте дальше. Подождите, а давайте про Крым. А давайте про Крым. Ведь я же говорил, что и Крым вернется, и мне эти ульгинские тролли говорят, а ведь я даже говорил, что Крым вернется. Без вопросов. Другое дело... Когда мы с вами затрагиваем вопрос Крыма, в комментариях пишут, да этот стус ненормальный. Смотрите, что происходит сейчас? Отношение к Крыму поменялось. Уже большинство россиян считает, что оккупация Крыма была ошибочной. Это что за данные такие интересные? Внутренние отношения поменялось. Рейтинг Путина сейчас пробил дно и установил очередной антирекорд. А как же родная гавань? Город русских моряков? Крым это Россия, пусть хоть камни с неба, но мы дома. Ну так это пропаганда. Уровень жизни падает с 2014 года. Права падают, то есть найдет наступление на права россиян с 2014 года. И до них, Путин не... Давайте следовать Путину. Путин не называет фамилию Навального. Когда он говорит, он не говорит Навального. Я предлагаю поступить так по отношению к самому. Московский узурпатор. Московский, они видят, что это страна... Когда я в 2012 говорил о неизбежности распада России, это был абсолютно нереальный прогноз. Сейчас каждый россиянин это может... До них это доходит по своей жизни. Не надо аналитики, они видят, особенно в глубинке. Да, они видят, что в холодильнике, они видят, что в округе творится. Владимир, на ваш взгляд, какую цель преследовал Владимир Путин и преследовать ее своей статьей о якобы единстве русских и украинцев? Цель отключения внимания, она появилась на следующий день после завершения чемпионата мира. Отключение внимания от чего? От вспышка ковида. Имейте ввиду чемпионаты Европы по футболу. Чемпионаты Европы по футболу. Понятно, что статью писал не Путин, а кто-то из подчиненных Кириенко. Отключение внимания от вспышки ковида в России. Когда в России ежедневно умирает 700 человек, когда уровень смертности от коронавируса, это по официальным данным российским, от коронавируса в России в 10 раз выше, чем в Британии. Но это отключение. Но тут я бы хотел внимание на другую сторону обратить, которая не рассматривается. Ведь Путин же не просто так напал. И эта статья возникла не просто так. Это да, это для многих было понятно. А сейчас для провластных российских чиновников им можно власть и еще больше понятно. Не установив контроль над Украиной, Россия обречена на распад. Это вопрос, кто останется. Тут не просто братские народы, а либо останется Украина независимая, либо останется Россия. Московский узурпатор готовится воевать? Да что угодно, любыми способами, чтобы восстановить, чтобы дальнейшее существование себе обеспечить. Но московский узурпатор находится в состоянии обороны. Он сейчас ждет решения, ждет решения от Байдена. Когда мы говорили, осматривали, прогнозировали Байдена, какой она будет, мы говорили, что по сути дела Байдену нужно принять самое главное стратегическое решение. Вот это сдвинуть, эту точку бифуркации от внутреннего распада к внешнему противостоянию с кем? С Россией. Ну вот Байдену уже ждем. Ну и какова тенденция, вероятность? Удастся, не удастся? Ваш прогноз. Не берусь прогнозировать, бифуркации не прогнозируются. Хорошо. Давайте идем дальше. Следующий вопрос очень интересный. Алексей Зеленский интересуется, не знаю, может это родственник нашего президента. Насколько, по вашему мнению, мир движется в направлении дивного нового мира Хаксли с его промышленным выращиванием людей в пробирках, делением технокасты, угнетая те или иные функции организма на эмбриональном уровне и прочими радостями этой антиутопии. Вот такой вопрос от Алексея следует. Этого не будет ни в отношении генетического контроля, ни в отношении информационного контроля. Не будет, потому что в силу резкого падения уровня жизни и возможностей государства в результате мегабвала. То есть им просто не хватит времени. В отношении того, что есть формальный признак, как определить, что прогноз на длительную перспективу не соответствует. Посмотрите, процентов наверное 85-90 прогнозов, когда речь идет о сроке, превышающем срок и сравнимые с человеческой жизнью, то 85, если не 90%, это либо утопия, либо антиутопия. Человек так устроен, что в результате оказывается, потому что прогнозировали раньше, ни утопия не реализуется, ни антиутопия не реализуется. А будет примерно то же самое, только по-другому. Вот это по-другому изучает цивилизационный анализ. А примерно то же самое, это обычные процессы цивилизационного развития, поэтому их можно изучать научным методом. Интересно. Ну и вопрос тот же. Очень интересный от Алексея. Станислав Арестов, он спрашивает, будут ли рады будущие колонизаторы славянского постсовка принятию на себя социальных обязательств по отношению к туземцам? Не проще ли им развалить постсоветские гособразования, в ходе чего возрастная структура населения вернется к норме? Ваш ответ. Она и так постепенно возвращается к норме. Ну вот смотрите, берем сравниваем Украину с Китаем. Китай на днях отменил все штрафы, все санкции за третьего ребенка. В апреле китайский Центробанк призвал китайцев выражать детей на зло Америки. То есть с одной стороны у них каждый год и так прирост 7,5 миллионов и куда дальше? А с другой стороны население стремительно стареет и экономика испытывает проблемы. Это вот та проблема, о которой мы говорили. На среднесрочном уровне для экономики лучше всего рост населения. На долгосрочном уровне для цивилизации не тянет ни по экологическим, ни по ресурсам, ни по экономическим этот самый такой рост населения. демографический спад в Украине не то что он был неизбежным, но сейчас по нему пойдут все остальные и Китай в том числе. И у нас он был в мягкой форме. То есть у нас аборигенов уже стало гораздо меньше. Теперь давайте в отношении колонизаторов. В традиционном понимании это будет не сколько колонизаторы, сколько богатые образованные и культурные беженцы. Это то, что уже происходило неоднократно, то, что я назвал передачей цивилизационного наследства. В 15 век наступают османы и территория Византии постепенно сокращается. Наиболее богатые, наиболее успешные образованные бегут. Куда бегут? В итальянские города. Они туда приносят возрождение. Ведь фактически возрождение было привнесено. В 16 век после гонений на знания марийских и евреев из Испании и Португалии на север Европы и в Новый мир рванулись евреи и еврейские банкирские дома. Более богатые, более образованные, более культурные. Их по численности было не так много. Не так много из штатов успеет добежать до канадской границы, не говоря об Украине. Еще нужно добежать. Да, это же стандартная фраза из вестерна. Добежать до канадской границы. А до украины и так меньше успеет. То есть содержать социальный и обеспечить нормальный уровень местных аборигенов, во-первых, их будет мало, во-вторых, это для них будет выгодно. Это их уровень безопасности, уровень инфраструктуры и возможность тут зарабатывать. И это гораздо меньше, чем содержать ту толпу вдруг ставших бедными граждан. То выгодно быть аборигеном? Выгодно быть аборигеном в стране, в богатой стране. Стране, которая пережила смуту? Да, в стране, которая пережила смуту и которая имеет благоприятные условия. Поэтому это наши олигархи пугают доверчивых граждан о том, что главный враг Украины это не олигархи, а транснациональные корпорации, которые спят и видят, как бы тут растащить эту Украину. У нас бывшая премьер-министр любит об этом говорить. Юлия Владимировна. Да, это ее тезис из нового курса. Хорошо, идем дальше. Продолжаем мы отвечать на вопросы наших зрителей. Один из постоянных наших зрителей Вова Вова интересуется, как господин Стус оценивает тотальную радужную пропаганду в контексте древних эпосов на тему муры. Сексуальный разврат уже был в тренде, и это показалось создателем ошибкой, и всех ликвидировали под ноль. Что вы ответите? Вове Вове. Сексуальные перегибы неизбежны во время модерна. И они начались не сейчас. 30-е годы, 20-е годы это было можно сказать тогда. Сейчас я не делаю акцент ни на этих перегибах ЛБГТ, ни на ювенальной юстиции. Это отойдет само собой. Потому что есть гораздо более мощный тренд это возврат к традиционализму. Но возврат к традиционализму в Украине он идет, но это будет в мягкой форме. В странах с благоприятными условиями возврат национализм будет в мягкой форме. А в странах с неблагоприятными условиями они же вернутся к традиционализму в жесткой форме. Ведь смотрите на московского зурпатора. Он же насаждает, он же фактически домостроен насаждает как православную форму шариата. Они вернутся к достаточно жесткому традиционализму. поэтому вот эта волна она сметется сама собой БЛМ, ЛБГТ, ювенальная юстиция. Нет смысла на ней акцентироваться и противостоять то, что уйдет само собой. Точно так же нет смысла противостоять этим экологам, инклюзивному капитализму. Он уже отошел. Экология все что связано оно фактически уже отошло. Владимир, вот чтобы ваша позиция по этому вопросу была более понятной, скажите, как вы относитесь к ЛГБТ парадам? Смотрите, тут два методологические. У меня нет позиции. Я прогнозист. Спроси синоптики, а какая ваша позиция по отношению погоды на завтра? Да нет у меня есть модель, есть. Да, в отдельных моментах я позволяю себе, когда есть двойная трактовка. Проще говоря, выходит себе и выходит. Да, это методологически. Теперь в отношении ЛГБТ парадов с одной стороны люди имеют право, а с другой стороны... Вот другая сторона меня более всего интересует. Да, я думаю, грань проходит на однополых браках и на самое главное на усыновлении детей однополых браках. Вот это быть не должно. Считайте меня ретроградом, считайте меня пещерным традиционалистом, но... В комментариях напишут. Да я не сомневаюсь. Ольге с контролем большой привет. Вы уже этот привет передали неоднократно. Так, будем идти дальше. Следующий вопрос касательно пакта Байдена и Путина. Мы дошли уже и до него. Уже в частности благодаря этому вопросу сможем сфокусировать внимание наших зрителей на вот этих американско-российских взаимоотношениях. И вам АС спрашивает много разговоров про пакт Байдена и Путина. Дайте прогноз по американо-российским отношениям на 5-10 лет и давайте также поговорим о роли Украины в этих взаимоотношениях. Спасибо. Спасибо и вам. Вам АС. Да, я бы хотел единственное, что с наблюдением поделиться, раз мы о России говорим. Как определить количество троллей, количество заказных комментариев, количество лайков, дизлайков на Ютубе на любом канале, в том числе на вашем канале? Разные есть комментарии? Разные комментарии. Обратите внимание, сначала идут резко отрицательные, доля дизлайков резко больше, а потом идут более положительные и выравниваются. Больше лайков. Это к любому. Это определяется, чем больше эта разница между лайками и дизлайками в начале и спустя 2-3 дня, тем больше доля ботов и агентов влияния в комментариях. В отношении большого... Постепенно становится больше лайков. И это такова ботов уходят, боты свое дело сделали, они отчитались. Обхайл этого, кого сказали. А потом приходят нормальные зрители и принимают нормальные взвешенные решения. И число лайков растет. Это показатель того... Зрительский интерес к видео может возрастать. Такова политика Ютьюба. И чем больше разница между лайками и дизлайками в начале и через три дня, тем больше доля ботов. В отношении любых больших сделок. Большие сделки сейчас невозможны по определению. Никакая большая. Сделка даже Украины с Китаем. Мы будем ориентироваться на Китай. Не будем ориентироваться на Китай. Сделки Европы с Китаем. Они заключили большую торговую сделку с Китаем. Европа, Китай, Австралия, страны осеан. Что из-за угуров и европейцы ее не ратифицируют. То есть время больших сделок прошло. Регионализация на марше. Когда мы говорим об антироссийской коалиции, тут же надо добавлять рыхлая антироссийская коалиция. Владимир, говоря о том, что время больших сделок прошло, означает ли это то, что и время Дональда Трампа также прошло, потому что фактически во многих своих интервью и комментариях он говорил, что я сторонник заключать выгодные сделки для своей страны. Об этом он говорил в качестве президента. Конечно же, как бизнесмен довольно-таки успешный. Бизнесмен он также об этом в своих книгах писал о том, что я преследую цель заключать сделки, которые мне выгодят. Время Дональда Трампа прошло в том плане, что Америку новое великое сделать уже невозможно. Америка страна со средними по благоприятности перспективами, но у нее очень сильные самые большие надутые пузыри в финансовой сфере, в технологической сфере. И это давит. Понятно, вот тоже классическое противоречие между долгосрочными перспективами, которые и пузырями, которые имеют гораздо менее краткосрочные, они лопнуты и Америке мало не покажется. Но Дональд Трамп прав в том плане, что Дональд представляет и республиканские штаты ориентированы, во-первых, это добыча сырья, это в большей мере производство, это в большей мере американский рынок и это сельская Америка. Вот они действительно имеют преимущество в сравнении с демократическими штатами, которые демократические штаты больше ориентированы на внешний рынок, на глобализацию, на производство услуг. Эти штаты пострадают больше. Поэтому нет сомнения, что в штатах на следующих выборах больше преимущества, когда Байден разочаруется, особенно если Байден не примет это ключевое решение, то победят республиканцы. Не случайно сейчас они у них фактически в штатах уже началась избирательная кампания по выборам в Конгресс и она идет в плане того, что демократические штаты либерализируют голосование по почте и другое из формы отложенного голосования, а республиканские штаты наоборот не дают это сделать. Владимир, а вот также, что было понятно нашим зрителям, а чем принципиально отличаются демократы от республиканцев? Они представляют разную Америку. Одни представляют Америку производящую, сельскую Америку, одноэтажную Америку, другие представляют глобализированную Америку, Америку как сверхдержаву. В этом их два пути. Ну, или, как говорит экономист, что мы спасаем в первую очередь? Либо мы спасаем мировую финансовую систему, либо мы спасаем американский рынок. роль Украины в этих взаимоотношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки? Ну, для Российской Федерации не поглотив Украину, Российская Федерация вообще не имеет никаких перспектив однозначно. Для Штатов и для других и Украина, и Россия, и Беларусь, и Казахстан это возможность существенно смягчить свою смуту. Когда-то не отойдет, что дальше развиваться за счет кардинальных инноваций уже невозможно. Эти самые пузыри либо сейчас лопнут, либо уже лопнули. И тогда это давайте осваивать то, что можно осваивать. Мы не можем не лететь ни на Марс, ни эту программу Артемида, Луна, ни в ДВД десятки тысяч спутников особого смысла оказываться не имеет для этого спутникового интернета и так далее. Тогда давайте смотри, что можно осваивать тут на месте. И вот эти четыре страны. Осваивать можно долго. Даже Украину, не говоря уже о России. Было бы желание. А желание это давно есть. Желание не дают. Собственно, в чем же причина? А ведь мы говорим, что противоречия между другим миром и Украиной и Россией одинаковы. В России это не дает московский узурпатор, в Украине не дает власть олигархов. Владимир, касательно вопросов, которые касаются нашей страны, наша зрительница, вот Елена, написала несколько вопросов, которые непосредственно касаются именно той ситуации, которая складывается в нашей стране и прогнозов на будущее. Попробую несколько вопросов озвучить. У нас буквально 10 минут остается. в какой и каких точках мира прогнозируете военный конфликт? И дальше эта зрительница спрашивает вас касательно Украины, буду поочередно задавать вам вопросы. В неблагоприятных странах. А именно, в Ансо-Германии? И там в том числе мы видим вот как резкая вспышка насилия на той же границе между Таджикистаном и Киргизстаном. Мы видим вспышку насилия в ЮАР. Это будет дальше. Мы видим долговременную вспышку насилия в Афганистане. Ведь там не будет это Сирия номер два сейчас Афганистан. Многие хотят там сыграть, но та же ситуация что с Сирией. Вход рубль выход два. Туда легко влезть, но сложно выйти. И это будет продолжаться. Ни одна из предыдущих проблем не решена. Там ни Корея, ни Северная Корея, ни Винюшка. Проблемы как снежные комбы. Они не решаются, они отодвигаются и делают вид, они как бы заманут. Но они прорываются. То есть Франция, Германия, если мы говорим о странах Европейского Союза, там вы не исключаете военных конфликтах. Безусловно. Но большинство стран мира являются неблагоприятными. В той или иной мере. Большинство стран нет. А Украина благоприятная? Египет, 100 миллионов населения. Турция, где инфляция превысила 17%. Когда я сколько лет, 5 или 8 сказал, что Турция распадется, тогда на меня смотрели. А сейчас это все более очевидно. Хорошо. Следующий вопрос от Елены. Считаете ли вы Украину климатически стабильной страной или прогнозируете участь стран Западной Европы? Помню, что не верите в глобальное потепление. Да, и тут собственно участь стран Западной Европы во многом преувеличена. Это локальное наводнение. Люди жили слишком близко от воды. А почему? А плотность населения большая. Вот там смола возле реки или в Голландии смола дамбы. Да рано или поздно до них дойдет, что гораздо лучше не все больше тратиться тут на месте, а переселяться на бескрайние поля Украины, России, где места всем хватит, где не надо будет толпиться друг у этого самого. Тут же вопрос же идет о будущем глобальном освоении, а это же глобальное переселение. В Украине будет война вопреки здравому смыслу и вашим прогнозам невыгодности самому агрессору. Что может стать триггером? Раз войны не было, то войны уже не будет. Этому московскому зорпатору что-то придет в голову, он и пойдет. Теоретически это возможно, но это будет что-то короткосрочное и не такое страшное и не такое опасное. Даже война 2014 года, если сравнить войну в Сирии, войну в Афганистане и войну в Украине то на порядок меньше и по количеству жертв и так далее. Владимир, ну что же, в завершении нашего с вами разговора и ответа на вопросы зрителей последний вопрос. Роман Хойда спрашивает вас, как вы относитесь к предсказаниям Симпсонов, смотрите ли вы их серии под микроскопом для проверки своей теории и прогноза и возможно ли вхождение Финляндии в состав России в 2024 году. Кстати, полет Брэнсона они тоже предсказали и нарисовали. Возвращение Советскому Союзу возрождение не может быть по определению. То есть, люди делятся, уходят в крайности. Одни не видят естественных причин образования Советского Союза, другие не видят естественных причин его распада. Скорее, мой прогноз о том, что Восточная Карелия вернется в состав Финляндии, чем Финляндия вернется в состав России. А Кубань? А? А Кубань? А, то есть, тут вопрос, пойдет ли Кубань, состав Украины скорее всего не войдет, потому что будет отдельная Украина это формирует. Она нарушит, если она войдет, она нарушит баланс в Украине. Пока Украина это Швейцария, если мы еще из Кубань, еще и не то, что Кубань, даже Таганрог. Я не вижу перспектив возвращения. Украина не формируется как универсальное государство. Тут по-другому, тут другая логика. Украина, тут все иначе. Ну да, молодая Швейцария. Молодая Швейцария. Хорошо, Владимир, я думаю, что сразу же мы анонсируем нашим зрителям, что следующее наше видео, разговор будет накануне Дня Независимости, 24 августа, мы запишем с вами интервью и назовем его интервью, которое посвящено завершению украинской смуты. Мы будем праздновать завершение украинской смуты. Пусть зрители присылают свои вопросы. Ну да, и это тоже можно, но и говорить можно, там есть о чем поговорить. Хорошо, обязательно поговорим, будет анонс в разделе сообщества нашего YouTube-канала и также Владимир, добавляйтесь к нему в друзья, подписывайтесь на его страничку в Facebook, сделайте соответствующие анонс, вы напишите свои вопросы и в таком же формате я, Владимир, вы и будем уже обсуждать и праздновать завершение украинской смуты накануне Дня Независимости 24 августа 2021 года. Я благодарю вас за этот разговор, за это общение, аналитик, прогнозист, Владимир Стус был сегодня нашим гостем, гостем в студии Политек, я также благодарю наших зрителей за внимание и особую благодарность выражаю тем зрителям, которые присылали свои вопросы, спасибо вам за вашу активность и за то, что вы не безразличны. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok